Привет! Надеюсь, у вас такая же хорошая погода, как у меня сейчас. У меня сегодня день отдыха, поэтому я не буду тренироваться, но новую площадочку вам покажу. И я сегодня расскажу о лабиринтике, о которой меня так часто спрашивают. Сегодня первый день новой недели, а это значит, что в ваших тренировках появилась новая техника. Техника повторений с паузами. Суть в том, что в определенный момент повторения, либо в конечной точке упражнения, либо в начальной, вы добавляете паузу. И за предыдущие 50 лишних дней ваши мышцы привыкли, что вы делаете повторение за повторение, подход за подходом, и внесение изменений в упражнения создает новый стимул, создает новый стресс для них и, соответственно, дает запрос на их будущий рост. И, в принципе, весь продвинутый блок дальше будет построен по увеличению нагрузки. То есть это самая простая техника, которую мы вам показываем. На следующей неделе будет другая техника, и она будет еще сложнее. И еще сложнее, и еще сложнее. И так до конца программы. В общем, будет понарастающе идти. Но пока что касается подтягиваний, отжиманий, приседаний, выпадов с паузой, поскольку у некоторых возникают вопросы, как их делать правильно. Лично как буду делать я? Например, в подтягиваниях я буду добавлять паузу в верхней точке. Вы потянулись, задержались, опустились. Потянулись, задержались, опустились. Вы можете добавить тем же успехом паузу в нижней точке. То есть вы потянулись, опустились, пауза, потянулись, снова опустились. То есть в любом случае это добавит нагрузку. Кто совсем такой крепкий, то может сделать паузу в середине. То есть вы потянулись до середины, сделали паузу, потянулись доверху, опустились. Вот. Аналогично в приседаниях, в отжиманиях, в выпадах. Что нужно помнить в этих трех упражнениях? Дело в том, что нет особого смысла делать паузу, когда вы сделали упражнение в сустав. Я о чем говорю? Если вы приседаете, и если вы выпрямили ноги полностью, то ваши мышцы не находятся больше под нагрузкой. Поскольку нагрузка уже проходит через сустав и уходит вниз. Это простая физика. Соответственно, если вы хотите делать в верхней точке, вы должны делать паузу там, в тот момент, когда ваши мышцы еще не полностью распределены. То есть когда еще сустав не включился в работу, и мышцы держат нагрузку. Так будет эффективно. В нижней точке этого нет, потому что, в принципе, мышцы напряжены у вас. Вот. В отжиманиях я буду делать паузу в нижней точке. Если вы смотрели предыдущие выпуски, где мы тренируемся с Саней, с Патриотами, есть такая вот штука, когда такие маленькие мини-отжимашки. Вот тут, чтобы потренировать отчасти их, я и буду делать в нижней точке. Во приседаниях я буду делать в верхней, не до конца распрямляя ноги. И в выпадах я тоже буду делать в верхней позиции, тоже не до конца распрямляя ноги. Вот. Уже завтра, собственно, на тренировке я вам покажу, как выглядят мои новые круги. И, конечно, это немножко увеличит время продолжительности тренировки. Но что поделаешь, на что только не пойдешь, проходя свою девку. Ну, а теперь погнали, покажу в двух словах, что здесь за площадка есть. Итак, первый базовый комплекс, в котором есть рукоход, есть очень широкие брусья, есть шведская стенка. Хотя он и выглядит детским, но он достаточно крепкий, и на нем могут заниматься и взрослые тоже. Дальше. Лабиринтик. По лабиринтику когда-нибудь летом мы заперем отдельное видео, где покажем миллионы просто, мириады упражнений, которые можно на нем выполнять. Лабиринт – это универсальная штука, и то, что вы на нем можете сделать, ограничивается чисто вашей фантазией. Просто включайте ее, и столько можно вещей придумать. Ну, как-нибудь снимем. Дальше. Брусья. Брусья хорошие, прочные. Заниматься одно удовольствие. Дальше. Какая-то хренотень. То есть, если вы думали, что желтую хренотень, желтокрасную, которую я показывал в прошлых видео, это просто финиш. Нет. Посмотрите на синю-желтую байду. Я не знаю, что это. Может, грибной тренажер. Вот эта штука двигается туда и двигается обратно. Но больше ничего у нас здесь не двигается, и как этим пользоваться, мне непонятно. Вот вообще ни разу непонятно. Если у кого есть идеи, пишите в комментариях. Ну, естественно, беговой тренажер, потому что вы же не можете ходить на лыжах зимой или просто ходить пешком. Вам для этого нужен тренажер. Зачем? Зачем вообще это строят? Кто мне подскажет? И, конечно же, здесь есть детская площадочка. Ну, наверное, не нужно ей пользоваться, потому что здесь нормальный маленький комплекс с турником, брусьями всем есть. Вот. Вот такое вот видео сегодня. Вот такая вот... информация. Если какие будут вопросы по полутехнике, пишите в комментариях. Отвечу там, либо пишите на сайте. Ну, а у меня на сегодня все. Был рад со всеми увидеться. До встречи в следующих выпусках. Пока. Пока.